Значит, технология такая же. Я зачитаю коротенький текст, может даже два, вот, и это будет затравкой для обсуждения. Текст называется «Такой вот шизофренический реализм». Объект есть то, что дано субъекту в развлечении. Что различил, выделил в нечто единое, отличное другого от фона, то и есть объект. В быту вроде все понятно. Вот камень, вот моя боль, вот моя мысль, все объекты. Но есть быт, а есть и Кант, который указывает нам, что различаем мы лишь явления. Что различаем мы лишь явления, что именно они даны нам здесь и сейчас на фоне других явлений. Что там за явлениями нам не знать, не помыслить, не суждено. Там царство вещи в себе. А где же объект? Там или здесь? С одной стороны, по разумению, объект есть то, что возбуждает наше чувство. Нам так естественно представлять. А значит, он кантовская вещь в себе. Но с другой. Ведь различаем мы только и именно свои чувства, а не то, что за ними. И получается, что объект это явление. Или о том же, но с другого боку. Попроще. А может посложнее. Вопрос. Реальность это то, что нам на самом деле кажется видится? Или то, что принципиально недоступно нам, что лежит за всеми кажестимися видимостями? Ведь когда мы говорим, ну прямо как в реальности, мы имеем в виду именно сравнение с видимостью. Ведь не про виджи в себе мы говорим, а про то, с чем сравнить можно. Но когда начинаем философствовать, то мыслим под реальностью то, что независимо от наших кажемостей, ту самую вещь в себе. Такая вот реальная шифрения, такой вот шифренический реализм. Ну и в продолжение этого текста, саллипсический реализм. Саллипсизм. Новейший философский словарь. Теоретическая установка, сквозь призму которой весь мир видится произведением сознания, я, которое единственное, что дано несомненно, во всякое время тут. Предполагаю, что последний мой текст про шифренический реализм, безусловно, навеял мысли о саллипсизме. Ну да, это и есть тот самый натуральный саллипсизм. Утверждение, что существование возможно только и исключительно в сознании субъекта. Тот самый, который вменяли епископу Беркли, тот самый, которому мы следуем ежесекундно, но боимся себе в этом признаться. Вот вы читаете мой текст про сознание. Понимаете, что текст этот про нечто, безусловно, присутствующее в моем и вашем мире. Что мы думаем о чем-то об одном. Именно потому, что об одном, многие из вас наверняка возмущаются. Мол, его описание этого нечто ошибочно, не соответствует тому, как на самом деле. Мол, в реальности это нечто выглядит по-другому, не так, как тут нам описывают. И пры, и дры, и т.д. И каждый уверен, что именно его видение, несомненно, единственное верно, что именно оно соответствует реальности. То есть ныльцо чистейшей воды с эллипсизмом. Безусловно, связанное существование нечто с собственным сознанием, с собственным видением, с собственными ощущениями. Не с эллипсизмом, а реализмом. То есть вы уверены, что то, что вы, именно вы, ощущаете, и есть на самом деле, что именно ваши ощущения реальные, вернее, отражают реальность. А как быть с теми, кто говорит, что в указанном месте видит другое, ощущает другое? Они больны? Вы не согласны? Все они согласны с вами? Чувствующие иначе, думающие иначе, видящие иначе. Больны? Инвалиды на голову? Конечно, загнанные в угол про реализм реалисты, начинают мямлить. Мол, все имеют право, я уважаю чужую точку зрения, хотя звучит это всегда, я уважаю чужую болезнь. Вот давайте зададим себе вопрос. Кто наиболее уверен в том, что мир таков, как он его видит? Кто с пеной у рта на каждом углу убеждает окружающих, что именно в его сознании отражается самое, что на ней есть реальная реальность? Что никакого другого мира, кроме того, что ему дан в голове, нет и быть не может? Правильно, так думает реалист. И кто он после этого? Ну, конечно же, самый настоящий селепсист. То есть тот, кто отождествляет картинку своего сознания с так называемой реальностью. Кто считает, что реальность одна, именно та, которую он сотворил в своем мозгу. Кто без вопросов уверен, что все, не вписывающееся в его реальность, вообще не существует. А те, кто видят это не вписывающиеся, больны. И вот и получается, что самый идеальный реалист – это в натуре реальный селепсист. Все мы селепсисты. Все мы принимаем за существующее только то, что ощущаем. Только одни селепсисты, честные селепсисты, считают, что неповторимый мир есть у каждого селепсиста. А другие селепсисты, нечестные реалисты, считают свой мир единственным возможным и называют его реальностью, себя реалистами. И что забавно, таких же, как они реалистов, таких же абсолютизирующих свои ощущения, селепсистами. И в этом они правы. Все мы селепсисты. Только вопрос объективности на самом деле не является вопросом ощущения. На уровне ощущений, на уровне картины мы не можем установить и понять, принадлежит ли эта картина самому миру, или это только наше воспринимаемое состояние. Давайте к этому вопросу еще вернемся. Я хочу все-таки заострить вопрос. И поставить все-таки... Здесь два вопроса было. Что мы называем существующим? Мы сейчас дадем. Да. И связано с ним, что мы называем реальностью. Да, хорошо. То есть, нам дан объект, реализм, теория отражения материалистической, нам говорит, что есть некий объект вне нашего сознания, а он отражается в нашем сознании. То есть, происходит расщепление. Нет, вот мы сейчас поймем, что такое вне... Происходит расщепление. Вот это шизофрения. То есть, все-таки, два объекта или один. Как мы можем ощутить? То есть, люди говорят, есть свойства предмета и есть ощущения этих свойств. Вот нам дано свойство, отличное от ощущений, от чувств. Не дано, нам дано и только чувства. Да. И если мы следуем Канту, то есть, нас он вроде бы убедил, что та вещь в себе, которая отражается, она не наденна никакими свойствами. Мы не можем приписать ей ничего. И как мы можем называть реальностью, то, чего мы не можем говорить. Значит, реальность, вот он наш объект, который мы ощущаем, он единственный нам дан. Ну, все правильно. Просто изначальная позиция любого философствующего, который рефлектировал относительно своего отношения с миром, сводится к тому, что все субъективно, действительно. Все является состоянием... Субъективно, я не увожу этого понятия... Есть ощущение человека? Мы называем его объективным или субъективным? Оно просто вот есть. Ну, это вопрос терминов, действительно. Я просто говорю, когда говорю, что все и субъективное, в каком-то отношении я солиаризирую с вами, да, что объект никак не расщепляется. Но, с другой стороны, вопрос объективности, он не является вопросом, на самом деле, представления, не является вопросом ощущения. Это вопрос воли. Вот, например, да, я продолжу и предуприняю. Кто, вы говорите во втором тексте, кто больше всех кричит о том, что мир реален, о реализме? Кто эти люди? Это не реалисты, которые, как бы, вот так вот буквально себя называют. Это, в основном, сценицизм, да? То есть, это те люди, которые... Ну, это крайняя степень реализа. Ну, да, которые верят в науку. Но обратите внимание на научный дискурс и на научные объяснения. Ну, например, на ту же физику. Она крайне, как бы, как сказать, она опирается на ощущение и реальность каким-то очень уже далеким путем. То есть, допустим, мы смотрим на какую-то лампочку, да, и видим свет. Что нам говорит наука? Что не ощущение цвета, допустим, желтого, да, является реальностью, а реальностью является длина волны, каких-то фотонов и так далее и тому подобное. То есть, она говорит о реальности, но реальность это совершенно... Ну, она как бы двоит мир, опять же, да? Совершенно не совпадает с теми непосредственными ощущениями, которые мы воспринимаем. И при этом это реализм. Видите, как вот парадокс. Здесь есть очень сложный момент. Все-таки, что для нас является объектом? Вот это желтая лампочка или длина волны? Так вот она и говорит, что то, что для вас является объектом, в реальности не существует. Это не реальность. Нет. Здесь две ситуации. Вот есть человек видит желтое, человек видит красное, да? Для каждого, в одном и том же месте. Для каждого из них объектом является один объект красный, другой объект желтое. Вот. И есть третий субъект, который называется прибор, который померил частоту. Разницы здесь никакой. Он померил. Для этого прибора в этом месте частота. Для меня в этом месте желтое, для другого это красное. Не совсем так. Есть все-таки научная, так называемая, картина мира, которая конструирует реальность. Которая говорит, что в реальности есть кварки, допустим, вот как некие фундаментальные сущности, да, есть фотоны, есть, а все остальное является производным. То есть чем-то, что не является, что не обладает субстанциональностью. Понимаете, вот, допустим, температура, да, говорит нам статистическая физика, не является субстанциональной величиной. Она всего лишь, как бы, средняя скорость, то есть средняя энергия, движение, молекул. Поэтому наше, как бы, вот, субъективное восприятие, там, горячее, холодное, вот, они, как бы, восприятие того, чего, как, так сказать, как сущности, нет. Нет. Ты что хочешь сказать, что лампочки не бывает? Лампочки, думаешь, что... Нет, лампочка бывает. Но лампочка является не тем, чем мы ее... Давайте я более точно поставлю проблему. То есть... У тебя же чисто есть объективная лампочка, а ты потом говоришь, с чего она сделана, и как она работает. Ведь это же два разных вопроса. Но это, нет, лампочка, когда мы представляем, если что она сделана, как раз занимается. Разумеет, не занимается. Физика не занимается вопросом реальности. И вообще говоря, вы как бы из философской сферы перешли... Давайте, да, вот я хочу... Я хочу... Что еще сделано, и что и... Что как работают. Вернуться к философскому. Во-первых, конечно, это конек на уровне физики обсуждать проблему реализма. Давайте не будем. То есть у нас есть, скажем, весь спектр объектов. Вот здесь, скажем, будет камень, или там молекула, да. А вот здесь будет фантазия. То есть весь спектр, который мне дан, как вот объекты, есть камень, а есть фантазия. Кстати, молекула и камень в этом смысле совершенно не разношал. Не важно. Я считаю, я отношусь к молекуле так же, как к камню. Ну, допустим, ладно, забираю свои слова обратно. Это бывает сложно. Однажды на какой-то лекции, не лекции, на каком-то докладе, я случайно приводил пример с желудком и сказал, вот желудок, например. И всю последующую лекцию человек, сидящий на первом ряду, мне говорит, ну как можно слушать этого человека, когда он не знает, с какой стороны желудок. Он был врач. Нет, дело в том, что мое замечание не так много. Ну, понятно, да. Молекула – это концептуальный объект в каком-то смысле. Ну, концептуальный, да. Берем камень, да. То есть есть весь спектр объектов, которые мне даны. Для солипсиста разницы нет. Каждый объект, вот что я воспринял, то он и есть. Для меня фантазия обладает тем же антологическим статусом, что и камень. Это набор некоторых… Почему это? Нет. Давайте я сначала выскажу. Я солипсист. Вы возражаете с той стороны, которую никогда не сможете в солипсизме победить. Ну, потому что на уровне объектов, я еще раз сказал, невозможно различить. Клятся ли они на самом деле реальными объектами? А Игорь говорит, что нельзя встать на такую позицию, где различие фантазии и реального объекта будет стерто. Нельзя. Вот физически невозможно. Вы никогда не будете мыслить так, чтобы не отличать свою фантазию, свое воспоминание. Никогда. Не отличай, как стола. Нет, нет, нет. Игорь, Игорь, нет. Фантазия в данном случае – это не мираж, невидимость стола. А просто моя фантазия, моя, ну, просто мысль какая-то. Фантазия – это не представление остальное. А Игорь говорит сейчас, да, мысленно, что невозможно говорить о реальности, не вводя понятие бытия, способа бытия. И в фантазии, и в камне разные способа бытия. Давайте я поставлю философскую, с другой стороны, проблему. Давайте я закончу. На уровне объекта все понятно. Нет, я, Игорь, ой, в смысле, Бугулат, непонятно. Я сформулирую сейчас ту проблему, которую я еще не сформулировал. Вот на уровне, если мы берем весь спектр объектов, которые даны человеку, да, для солипсиста, для человека, который просто считает за существующее то, что он может почувствовать, воспринять, без разницы, я воспринимаю камень, воспринимаю свою фантазию. Для реалиста, для реалиста, есть понятие, что есть нечто объективно существующее, есть некая реальность, и для него вот принципиальная большая разница между камнем и фантазией. Принципиально, вот на каком-то промежутке объектов, которым занимается физика, мы можем договориться, что они существуют объективно. Вот, здесь мы говорим, что это некая субъективная реальность, это можно вообще считать не за объект. Вот, тоже как-то можем поговорить. Может быть, у каждого в голове свои фантазии, чужая голова потемки, все что угодно, вот реализм нужно говорить про это. Самая большая проблема реализма это вот в этой моменте. Нет, не в этом моменте. Где переход? Вы на самом деле поставите так проблему, что в самой проблеме нет решения. И она просто, и на самом деле здесь есть определенное лукавство, потому что проблема неправильно поставлена. Реально различие реализма, да, и как бы, не знаю, какой там второй позиции там заняться. Ну, салюпсизмом, да, в крайней степени. На самом деле, состоит, как я говорю, в проблеме воли. Вы можете сколько угодно. Нельзя действительно различить. Сейчас я объясню. Нельзя действительно различить, является ли объект только моим воображаемым. Да, иногда, или он реальный существует. Я вот смотрю вдаль, вижу человека, подхожу ближе, это дерево. То есть, на самом деле, как бы, на уровне, и более того, я вижу какие-то объекты, а на самом деле это не объекты, а состояние моих чувств. Да, может быть, ко мне подключены электроды, да, они возбуждают определенного рода части моего мозга и создают передо мной определенного рода картину. А на самом деле ничего этого нет. То есть, я сплю, опять же, да, как бы, и не знаю, что сплю, и просыпаюсь, и понимаю, что все, что я видел, это только сон. И все вот такие вот примеры убеждают, что на самом деле на уровне объектов этот вопрос нерешаемый. Всегда этот вопрос решаемый только на уровне воли. Вы, конечно, можете воображать, что вот объект, который перед вами стоит только вы придумали, что он только ваш. Но если этот объект, допустим, голодный волк или убийца с ножом, то бесполезно воображать его, что он какой-то другой. Нет, даже другой как-то. Нет, подождите, в чем смысл? Я ставлю проблему философски. В чем смысл? Проблема состоит в том, что объекты, помимо того, что они просто пассивные объекты, вот вы, раз все примеры ваши, это пассивные объекты, они активны. Поезд на меня летит, камень на меня падает, гром и молния, там, враги, это там, собаки, там, опасности и прочее. Вот, реальность, она всегда реальность, которая активна. Вот с позиции активной реальности, с эллипсисом, он должен что, по-вашему, стоять и говорить, ничего этого нет, передо мной барашки, как бы голубое небо. Булат, я отвечаю. Не, подождите, объективность, она проявляет себя в активности по отношению к нам. И вот все, что является активным, все, что нас напирает на нашу волю, и что мы не можем изменить по своему желанию, как с эллипсис хотел бы, допустим, это сделать, все это объективная реальность. То есть, естественно, не может изменить. Булат, проблема, вот, несколько раз мы уже начинали на эту тему, и мы совершенно по-разному видим проблему. Сэллипсист не утверждает, что этого не... То есть, здесь не проблема видимости и фантазии. Я не изучаю проблему сэллипсиста, я обсуждаю проблему объективности. Мы говорим, вот, объективность. Это другая тема. Другая тема. Другая тема. Это не другая тема. Булат, вы исходите, значит, из чего? Прежде всего. Вы уже изначально... Сэллипсисту состоит в том, что есть внешняя воля. Вот это и есть возражение. Нет возражения возражения сэллипсисту. Нет, нету. Здесь, здесь... Нет, здесь, я же знаю, есть внешняя воля. А смотри, а почему? Преневоливающая. Показываю, как он противоречит ему для себя. Мы говорим, что внешнего мира нет, говорит сэллипсизма. Есть возражения. Он не говорит этого. Он не говорит этого. Он раздавливает. Все есть состояние внутреннее. Нет, не говорит этого. Дело в том, что такая постановка вопроса сэллипсизмом исходит сразу же к постулирую, что есть некий реализм, что есть некий реальный мир. Да, поскольку реального мира он тем же самым отрицает, значит, что он отрицает. Да он не отрицает реальные чувства своего. Не отрицает, естественно, внутри самого себя. Там так совершенно по-другому. Булат, ты исходишь из того, что есть нечто объективно данное. Нет, давайте сначала позицию заявлю. Позиция состоит в том, что все субъективно. Но внутри этой субъективности почему-то отдельные ее фрагменты не хотят подчиняться мне. Это мой фрагмент, я хочу, чтобы он был иным. Так мой он не в том, что я его выдумал. Да. Не в этом проблема, что он мог. Собака. Вот это я могу выдумать, но то я не могу выдумать. Вопрос в том, что вот видимость, ощущения, они принадлежат кому? Это описание объекта или описание моих меня? Вот стоит перед вами микрофон, он записывает звук. Конечно же, для него все, что вокруг происходит, это только звук. Он не видит никакого изображения, ничего. Но тем не менее, если я подойду и по нему постучу, он перестанет это записывать. Понимаете? Вопрос в том, что стоит, что... Я могу про себя думать, что в всем мире звук. Но на самом деле есть внешняя воля, которая указывает, что в мире это не все звук. Понимаете? И что это не... Дело в том, что то, что для микрофона не звук, для него не существует. Вопрос... Я могу пояснить... Как поставил Беркли? Нет. Как поставил Беркли? Существует только ощущаемое. Если микрофон не видит света, то света для него не существует. Он прекрасно ощутит. Не существует света. Для него, для микрофона не существует света. Для него существует только один микрофон. Не надо мне ароматировать позицию, что какой-то Беркель что-то сказал. Вот мы говорим про солипсиста, который якобы на самом деле может жить в своем мире. Я утверждаю, что нет, он на самом деле и разорван изнутри. Почему? Потому что всякое внешнее воздействие будет приводить его в состояние чувства, что это не его. Потому что вы сами прекрасно понимаете, на самом деле, что вы впадите с сильными объектами. Потому что вы не понимаете, о чем я говорю. Я прекрасно понимаю. Солипсистическая позиция, она просто невозможна всего внешней воли. Солипсистическая позиция не в том, что нет чего-то не влияющего на меня, что я сам все выдумал. Вы представляете, что солипсист все выдумал. Нет, не так. Солипсист говорит, что все состояние моих чувств. Нет. Что существует для меня только то, что дано в моих чувствах. И что? Это как противоречит реализму. А реалист так же говорит. Нет. Существует то, что вне субъекта. Какое вне? А вне-то откуда взяли? Я же говорю, изначально позиция. Все субъективно. Изначально. И для реалиста, и для всех. Нет. Реалист постулирует, что есть нечто, а я под... Какой-то наивный реализм придумали. Философский реализм так не говорит. Все состояние моих чувств точно так же. Как определить на самом деле? Нет, нет, нет. Вопрос. Если какое-либо реализм есть существование вне субъекта. Каком наивном реализме? В любом. Ну, в хорошем реализме. Нет. Просто вы сначала придумываете реализм, которого не существует, а потом его критикуете. Нет. Нормальная реализма точно так же. Блата. Любимая ваша фраза. Вы должны говорить о том, что на самом деле. Ну, правильно. Вот это и есть реализм. Да, это реализм. Так вот, значит, подразумевает, что есть некое на самом деле вне субъекта. Это подразумевает, что есть внешняя воля. Вы начинаете с того, что есть этап. У нее есть характеристики внешней воли? Конечно. Я думаю, есть грузовик на меня, собаки, враги, какие-то влияния. Понимаете? Влад, я вот чего не могу понять. Допустим, на меня набрасывается какая-то собака, и меня кусает. А я при этом солипсист. И чем мне эта собака мешает быть солипсистом? Я тоже не могу понять. Почему она мне мешает? Просто сначала... Я же не понимаю, что я вы. Она такая, какой я ее вижу. Я могу черта увидеть. Можно я просто... Просто то, что ведь солипсист же не говорит, что все, что он воспринимает, это только исключительно приятное и вкусное. Да. Иногда ощущается нечто неприятное. Например, укус собаки. И никаких проблем теоретических это не вызывает. Нет, вот можно я отвечу, да? Продолжая линию Булата, мне кажется, Булат возражает следующему тезису. В конце второго текста вы сказали, все мы солипсисты, да? Так вот, на самом деле, мы действуем именно, да? Я не говорю мы с ним. Может быть, если излагать все в виде каких-то утверждений, да? Может быть, вы и будете правы. Хотя тоже надо разбираться. Но вот действуем мы все совершенно по-другому. Мы действуем... Ну, допустим, мы не воспринимаем то, что сейчас у Игоря там в комнате стоит компьютер, да? Но, вот, мы уверены, что он там есть. И мы будем действовать так, как будто он там есть. Хотя он, как бы, в наши чувства не входит. Более того, огромное количество там... Ну, извините, что я сдвигаю в сторону психологии разговор, да? Огромное количество психологических тестов говорит нам, что мы не на чувствах основываемся, а на предположениях, на гипотезе. Мы входим в комнату, и изначально мы уже предполагаем, где что находится, и потом только проверяемся. Кстати, есть ощущения все равно. Нет, подождите. Раз, здесь нет никакой. Вот, что, чего-то, чего-то нет в моих ощущениях, да? А я предполагаю всякий раз, что оно существует. Значит, когда мы можем понять, что я действительно так думаю, что я доверяю, как бы, не своим ощущениям, да? А вот различного рода привычкам, там, еще чему-то, индукции и так далее, и тому подобное. Когда я проявляю некую серьезность в своей жизни, понимаете? Вот, когда я встречаюсь с этим волком, да? Я ведь всерьез опасаюсь его. Вот о чем говорит Булаб. Я немного более тонкую позицию занимаю. На самом деле... Нет, не более тонкую позицию. Позиция состоит в следующем. Первая часть доклада Александра о том, что все есть о состоянии наших чувств, что все, как я говорю, субъективно. Нет, не так. Никаких возражений нет. Ни все есть. Вопрос как-то. Вы, на самом деле, когда излагаете свою точку зрения, вы излагаете еще противоречиво. Вы говорите, какие-то есть объекты, и вот так, типа вот... Не какие-то есть объекты, а есть только объекты. Ну, вот у вас. А в моем понимании, что есть только о состоянии наших чувств. Просто я беру даже крайнюю берклетскую точку зрения. И есть состояние наших чувств. И что даже можно сказать, отсюда вот Беркли сделал вывод, что мы солипсисты. Все. Отсюда сделать вывод этот нельзя только потому, на самом деле, что... Даже если весь мир только моя иллюзия, да, я сижу, где-то там, в камне подключены электроды, и все, что-то возникает. Мир, на самом деле, реальный тогда, когда у него есть его воля. Вот если у мира есть его воля, он становится для меня реальным. Реальность, на самом деле, это, опять же говорю, не вопрос обсуждения, как даны нам объекты. Являются ли они состоянием моих чувств, или, как вы говорите, почему-то... А теперь вопрос. Если... А только потому, что они имеют свою волю. Набросился черт, набросился черт, и вы убегаете от него. Черт реален? И для человека, который убегает, он реален. Понимаете? И на этом основаны все психические... А значит, зачем отличается собака реальная от черта? Нет, я говорю, я объясняю, что все субъективно. Я же с вашим самим согласен. Позиция, отрицающая солипсизм, она состоит в том, что есть вот внеш... Есть не внешняя, надо говорить, а есть некая воля, которая... Ну, такой черт. Конечно, есть воля. Помимо моей воли есть. Так, солипсизм не утверждает о воле вообще ничего. Нет, нет. Хорошо, посмотрите, подождите. Вот вы на самом деле, солюс один, воля одна, сознание одно. Да. Если есть иная воля, значит, это означает... Не воля, не воля. Ну, я не знаю, что здесь воля. Воля здесь ни при чем была. Вот, хорошо, можно я вопрос задать? Я... да, хорошо. Вопрос. Вот, правильно ли я понимаю, что если человек видит дерево, вот, и говорит, что дерево есть, это одна ситуация. А если он не видит никакого дерева, ну, допустим, раньше видел, да, но говорит, что дерево есть. То есть, говорит о чем-то, чего... Здесь вопрос в соседней комнате, есть дерево, это вообще не об этом. Почему? Ну, вы же говорите... Я же не говорю... Здесь вопрос в том, что... Вы предполагаем, что оно есть само по себе без меня, понимаете? Вот в чем дело. Вот когда я говорю, что оно... А нет. Здесь вопрос, когда мы зададим, когда мы спросим, что есть вот то само по себе без меня, мы обязательно вернемся к антовской вещи в себе. То есть, оно для меня, даже когда я не смотрю, оно есть то, которое я могу ощутить. Если я не могу ощутить дерево, если не могу понять, что такое дерево, есть оно за углом, нет за углом, это без разницы. Хорошо. То есть, мир мне явлен только в тех ощущениях, которые я могу иметь. Второй вопрос. Вот, допустим, стоит статуя. Я никаким образом не могу воспринять ее сразу со всех сторон. Я подошел к ней с одной стороны, посмотрел, подошел с другой, подошел с третьей. Всякий раз я вижу ее грань. Так со многими вещами мы видим их только проекцию. Я не в буквальном смысле... Нет, понятно, понятно. Но, тем не менее, я предполагаю существование и домысливаю где-то ее, как некое существующее объемное тело, которое никогда не дано в таком виде. Хорошо. Что это значит? Я отвечаю. Во-первых... И каждый человек также. То есть, реализм подразумевает, что вот есть нечто инвариантное, нечто инвариантное, вот в том, что мы смотрим, и одинаковое для всех, для нас. И поэтому возникают споры. Я вижу это, я вижу другое. Мы сейчас попьем друг другу морду, потому что каждый считает, что он видит вот тот инвариант. Когда мы говорим, вот возвращаясь к этой линейке, когда мы говорим о камне, о статуе, тут все, в принципе, понятно. Мы настолько настроены на видение одного и того же, и что принимаем вот этот реализм и подразумевание, что что-то есть вот инвариантно с теми качествами, которые лишь мы отражаем, вообще в мире. А давайте вернемся в другую область, перейдем эту черту и возьмем объект какой-нибудь из социума, этический, эстетический. Вот берем этот объект, за ним есть что-то реальное? Нет, понимаете, я же спрашивал, у меня не о нескольких людей, я говорил про одного человека, который сам даже, сам, имея некий опыт, достраивает свою реальность и строит вот эту вот реальность. То есть, никто не говорит, что ощущения даны все сразу. Естественно, у него не расширяется. Нет, я говорю, что на основании ощущений он выстраивает те объекты, которые у него в ощущениях не даны. Сам, один человек. Конечно, конечно. И в этом смысле он уже раздваивает мир. Каждый отдельный человек уже реалист. Вопрос не в количестве этих объектов, а в том, что каждый объект дан ему только в том виде, в котором он может ощутить. И само существование объекта это набор ощущений, а не нечто. Подождите, ну вот сейчас, вот сейчас, в этот момент я этот объект воспринимаю так, а в следующую секунду я объект, который я сам же считаю тем же самым, начал воспринимать по-другому. Мое мнение о нем и изменилось. И это меня учит. И это, и эта ситуация учит, что если описывать на своем языке, то это значит, что изменился сам субъект. Но не так, не так же человек считает. Понимаете, каждый, каждый, вы говорите, что все солипсисты, я спорю только с этой фразой. Я говорю, что нормальная естественная установка человека не такова. Да, нормальная естественная. Именно, может быть, потому, что человек меняет свое представление о мире. Понимаете, может быть, из-за этого не назвал, то он назвал волей, иначе это. Да не воля тут. Слово воля не нравится, а не это необходимость можно говорить. Еще такой вопрос. А как вообще с точки зрения с эллицизмом вообще возможно какие-либо инварианты? Только через воспитание, обучение и собственное единство. То есть единство, которое мы можем найти. То есть реалист видит инвариант вне ощущений, как существование вещей самих по себе, с качествами, которые мы лишь отражаем. Вот. Салепсис, он видит, что то, что мы видим инвариантно, это есть социумная нагрузка. Нагрузка воспитания, обучения. Конечно, если человек воспитывать и обучать, он вместо чашки увидит собаку, что ли? Да. В некотором роде, да. Нет, есть, скажем так. Но я же не говорю про необходимость. Есть, есть. Есть некоторое, что-то обусловлено биологически, за что нельзя выйти. Что-то обусловлено биологически, самой структурой и антогенезом, антогенезом, что-то уже, начиная с амебы и эволюции, антогенезом индивидуальным, антогенезом, обусловлено, что-то воспитывает. То есть есть не только победка и бог, но и есть и учитель, самое главное. Да, да. И антогенезом. Да, да. И самое главное, нет. Главное, что скрыто. Да, победка и все остальные. Начало обнаружить, что залечитель, у него произвольный мир. Это антогенез. А, антогенез, да. Четыре. Не произвольный. Вот смотрите, давайте еще раз просто объяснимся. На самом деле, во-первых, по позиции наивного реалиста ее нет. Ну, как бы выкинули ее. Потому что вы критикуете позицию, которая просто изначально не защищена. Никакого раздвоения объектов нет. Все. На самом деле, вот есть и реалист, для которого точно так же, как и для солипсиста, мир дан в ощущениях и есть состояние его чувства. Что объект? Объекты, ну вот вокруг него разворачивается некого рода картина. И так же, как для солипсиста объект есть состояние его чувства, так же и для реалиста объект есть состояние его чувства. В чем различие солипсиста и реалисты, по-вашему? В том, что солипсист и не задумывается, а что же за этим объектом на самом деле, для него нет другого объекта, в принципе нет. Нельзя говорить, это не теория отражения. Просто солипсист думает, что за этим стоит, например, за прямоугольным профилем чашки, который ему кажется, стоит такая же чашка, которая ему тоже кажется. Нет, еще раз, подождите. Мы не можем вообще сказать, что там стоит, и не имеем права. Правильная задача. Ребята, дайте я солипсист. Работает с чашкой. Сейчас опять превратите в кучу, опять я не смогу донести, что хотел сказать. Суть-то вопроса в чем состоит. Суть вопроса состоит в том, что различия реально, ведь никто не защит, никакого второго мира нет. Понимаете, я говорю, что мир один и для того, и для другого. Разница состоит в том, единственное, что она может состоять в том, что солипсист считает, что это его воля, понимаете, это его произвол. Нет этого, даже не из произвола воли. А если этого нету, то тогда разница между солипсистами и реалистами нет. Бывает. Дело в том, что нет, для солипсиста нет единого мира. Мир это то, что только дано в ощущении. И для реалиста так? Нет, а для реалиста есть мир. Еще раз, не надо для единого реалиста критиковать. Возьмите, значит, ведь я... Как раз для солипсиста мир самый, что ни на есть, единый. Не, 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 пожалуйста. Только да, только тот, который ему да. Ну, но мир единого. А для реалиста он как раз множественный. Нет, а для реалиста он считает... То есть, если солипсист считает, вот мир, который мне дан, он и есть, вот такой мир. Вот, он наполнен объектами, которые я ощущаю. Вот, реалист считает, что мир на самом деле есть. Сам по себе какой-то. Ну, придумали, что-то, мальчика для битя, и давай угодно. Ну, класс, это же ваша любимая фраза. Мы должны выяснить, как на самом деле. Ну, так я сейчас объясню. Нет, никакого на самом деле. Так я же объяснил. Вот я и объясню, хочу объяснить. Ну, я уже когда пытаюсь и в прошлый раз пытался, сейчас пытаюсь. Действительно, разница между солипсистом и реалистом, о котором вы говорите, если отбросить наивного реалиста в позицию, чья заранее, уже не ущерба, да, то она никакой ведь никакой нет. Реалист точно так же думает, что мир данному в ощущениях и точно так же является состоянием его чувств. Как разлечение происходит? Разлечение происходит потому, на самом деле, что у реалиста есть понимание того, что мир не является, есть не только его воля, а есть некая внешняя необходимость. Ну, да. Вот и все. В этом только разница состоит. А что такое на самом деле тогда? На самом деле это то, как мир в своей необходимости, в своей воле, как я и говорил. Мы можем описать в объектной форме эту необходимость. Точно так же, как солипсист будет описывать мир, который вокруг него творится. Точно так же реалист будет описывать вот эти необходимости. А, извините, эти необходимости он будет описывать только в своих терминах. Не важно, как он будет описывать. Но почему он будет считать, что это на самом деле? Откуда взялось на самом деле? если я еще и вам детям рассказывать пример что если летит на вас поиск алипсисты реалист могут стать вместе и оба они получат один и тот же опыт понимаете удар этим если группа один из них допустим один из них увидит что это было божественное проведение в него стукнулся другой поиск не увидит рассказывать нам сказки еще раз вопрос в следующем состоит вот допустим как вот мы учимся чему-либо да мы учимся да внутри своего субъективного мира сам с учетом наши там субъективные интерпретации счетом там наших культурных и всяких других наслоений но поскольку на самом деле мир сопротивляется нам у него есть некое свое свое нечто свое вот он твердый допустим он там вот это что-то жидкое что-то сладкое какое-то разное и поскольку она на самом деле настаивает на том что оно таково только в этом и проявляется реализм то знаете я объясню объясню в чем как бы у вас не взаимонепонимание влад как бы может быть более исторически философски правильная позиция рассматривает целепсизм а антагонизм следующий вот есть субъект есть как бы мир вот их взаимоотношения вы же все время говорите про некую коммуникацию вот вы говорите про каких-то других людей у каких-то у которых свои термины и так далее то есть у вас как бы проблемы не в том что а ну да да нет пока я не погладываю коммуникации поднимал это отдельная проблема нет у вас а из этой проблемы все и выросло потому что вы говорите что целепсист все называет своих терминах все свои в своем видении а никакого другого видения пока других людей нет и нет и вообще никаких так но но даже когда есть один человек позиция целепсизма и позиция реалиста различимы я это вижу потому что так на самом деле а целепсист будет быть я просто это как говорим да это не суждение бытии подождите как говорит мы будем речь о реале вот стоит человеку даже не говорит он просто воспринимает просто стоит и все состояние чувствую вообще ничего не не говорит так вот на самом деле вот кто реалист или целепсист как различных когда он ничего не говорит никаких второго мира нет сразу договоримся все субъективно так без объяснений без влажен 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 философию и теоретизирования позиция реалисты и целепсиста неотличимы неотличимы я вот и говорю что они отличимы значит вы неправильно понимаете он все равно мог бы сказать что мир обладает независимым от меня бытием да не надо говорить это уже предположение об А welif's не утверждает зависимость не утверждают нет ребят он crack ai только то что данным не только то чтобы существует только то что дано мне в чувствах к ощущениям он мир существует в несов�ей positiirop «не зависимости от того да era или нет вот что говорит реалист и так боле его рắn нет здесь вопрос дастском группа есть вопросы на поле анаполе александра говоришь и поэтому александр конечно сейчас обращаться прав и проверь вот мир называть вот этим вот есть субъект да и вот есть объекты который даже это нет или вот вот это мир что находится вне и такая позиция возможно вот это детская наивная это представление но понимаешь но я поспорю только с одной фразой александр сказал все мы солипсисты это не так хорошо все мыслят наивным реальность ты не солипсист нет 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 то есть это был парадокс когда вы зарабатываете деньги конечно реальность вы постоянно значит там был такой перевертыш это конечно реализм как все мы стихийные и вульгарные реалисты в жизни и верим вот что но мы верим в эту реальность только потому что мы солипсисты потому что почему у нас возникает то есть там в тексте был конфликт такой почему у нас возникают конфликты если мы все стихийные реалисты то мы как бы очень легко договоримся мы все будем одинаково воспринимать то есть для нас нормой является что мир один и мы его видим одинаково вот это позиция когда когда это про статую и про глухую свою это все хорошо но я вижу это так а ты больной потому что видишь не так а другой другой а другой контрпривер всякие там галлюцинации как я что люди по разному видят галлюцинации опять такие все эти наивные реалисты все веят сны еще раз говорю вы все противопоставляете наивный реализм солипсизма на самом деле конечно наивный реализм это не философская позиция заранее все договорились что в мире и состояние моих чувств что мир субъективен как я говорю заранее все никаких других позиций нет объясните мне свою фразу как на самом деле ваша любимая фраза о которой вы говорите она исходит из того что и помимо моей воли моего произвола моего представления о мире мой мир постоянно как бы вторгается внешняя необходимость внешняя воля внешние события все вторгается что такое на самом деле это и есть на самом деле внешнюю волю отличаешь от моей внутренней как ты понимаешь то что не ты а поезд туда потому что я не желаю каких-то событий они со мной наступают ну чё вам показался чёт он бежит на вас он на самом деле или нет но я вас не вижу с этого черта ну ладно вопрос у меня в том что одна моя воля отличие здесь смотрите я поставил вопрос значит вот объект like это объект это то что не надо про объекты а про объекты забыли вообще вот объект это ваши темы ,вы стоите на поле объектах у вас вы на самом деле исключительно наивные реалисты потому что у вас изначально есть какая то внешняя позиция которую вы критикуете такой позиции нет я критику вашу позинить Позиция состоит в том, что можно еще обратиться к Марсу, который говорил, что бесполезно выяснять, отражает ли мир мышления так, как оно есть на самом деле. Потому что это вопрос схоластический, что реальный вопрос всегда решается в практике. Так вот вопрос о том, что является на самом деле, решается в практике. Я не думаю, что происходит, как воображаемые грузовики. Есть две практики. Давайте я закончу. Мне бесполезно воображать и представлять, как ездят грузовики, в моем мире, в кого они или нет. Они просто наступают на мою волю, как некого рода необходимость, и я должен с ними мириться. Я считаю, что не должно быть в мире грузовиков, но они есть, и они меня сбивают, или они передо мной стоят, или что-то в этом случается. Все очень легко на уровне грузовиков. А теперь перейдем к социуму. Вот, пожалуйста, была социалистическая система, Советский Союз, была практика, в которой миллионы людей видели одно и то же, указывая в одно и то же место. И при этом совместно действовали и договаривались. А была рядом другая система, в которой в этом же месте видели другое, и тоже действовали, и договаривались. Значит, существует одна реальность или нет? Еще раз, это не важно, существует одна реальность или нет. Это потому что вы, опять же, наивный реалист, пытаетесь... А, значит, реальность не одна. Да это вопрос, это не вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Нет, мы обсуждаем именно этот вопрос. Нет. Мы обсуждаем вопрос, на самом деле, есть ли некое... Если есть... Что такое реальность? Смотрите, вот на простом уровне, сначала надо решить вопрос о том, если все представляется как состояние моих чувств, то... Неправильно поставится вопрос. Все, что представляется мне и является состоянием моих чувств, не все, то есть не стол является моими чувствами, а стол для меня есть только как чувство. Не стол мои чувства. Не важно, это что-то я имею в виду, тогда я вашу позицию не понимаю. Вопрос, в чем состоит? Поэтому есть такое хорошее выражение, что все субъективно. Можно говорить о том, что стол есть состояние моих чувств, можно говорить о том, что он становится только столом, благодаря тому, что у меня есть идея стола, и она, опять же, моя, эта идея. Я наделяю этот стол, эта идея, как бы он становится столом, а если у меня была другая какая-нибудь идея, да, то это... Хорошо, давайте вернемся к нам на самом деле. Что такое на самом деле? На самом деле, я говорю, все возникает всегда как некого рода необходимость, которая наступает... Пожалуйста, я вам приведу два примера на самом деле, противоречащие друг другу. Для одних на самом деле, вот коммунисты смотрят, для них на самом деле вот это, а, скажем, там либералы смотрят, на них на самом деле по-другому. И деятельность у них есть, внутри своей замкнутой сферы, и они полностью понимают друг друга, и совместно действуют, и все делают, и все хорошо. Была там какая-то, есть какая-то необходимость там? Конечно, у каждого еще какая-то необходимость. Мы можем сейчас, допустим, на счет-то договориться, да, там договориться, например, что не бывает ножей, да, и все ходить здесь и радоваться, что ножей не бывает, а кто-нибудь возьмет, принесет нож и пырнет, понимаете? Была, не уходите на предметы. Давайте вот в этом... Я просто не понимаю, что там возражение ваше сфере, я не понимаю. Какая разница, что многие люди приходят с ума? Нет, 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 Была, у вас был такой тезис, реальность или то, что есть на самом деле, познается в деятельности, при какой-то активности, и что воздействует. Только человек один, чтобы не путаться, пока человек один. А пока один, я вам вся черта привожу. Ну, я же... Он побежит, он вообще реально... Вы в практике, вы проснулись, понимаете, что... Ну, это на самом деле, когда человек один, за него... Вот, успейте, вам кажется, что черт есть. Нет, Улад, когда человек на самом деле, ой, один, проблемы на самом деле или на самом деле для него не существует. Как не существует? Существует... Не существует, он черта побежал. Ну, вот он пробежал, черта, он видит, да не приказался к нему. Я никакого черта. Еще как чертиков-то можно гонять по себе. Нет, вопрос же знает. Можно не гонять. Можно наверняк, то есть, опять же, возвращаясь к социальной действительности, огромное количество людей под психозом социальным действует совершенно слаженно с некими несуществующими. Вы сам наивный реалист до мозга костей. У вас какие-то люди есть, много чего есть. Черти, черти. Черти, много чего. Он нормально уже... А есть мелочь интересует. Александр, а вот можно какой-то более конкретный пример, что некие коммунисты воспринимают нечто одно одним образом, а либералы, вроде бы то же самое нечто одно воспринимают иным образом. Какой-то более... Ну нет, возьмите документы, почитайте. Что-то произошло, одни описывают. Вот это произошло, вот так, вот это было то. А эти... Одни говорят, это была Великая Сферская революция, а это, говорят, бунт. Но это вопрос интерпретации, там же физики была. Так нет, это вопрос... Это везде вопрос интерпретации. Это вопрос интерпретации. Опять же, вопрос, если мы подразумеваем, что то, что существует, существует в неком инвариантном виде, в каком-то реальном, на самом деле, а мы только по-разному это отражаем. Тогда это вопрос интерпретации. А, ну, мы во многих случаях не можем прийти... Грузовик на большую скорость, и человек... Достаточно. Любого человека собью, или какой-то человек грузовик задерживает. Достаточно, достаточно, чтобы несколько человек договорились, что это существует вот так, это для них реально существует. Ну, вот, смотрите, давайте, кстати, даже не вопрос договоренности, а вот грузовик. Нет, здесь не договоренность, не в смысле? А, давай мы сейчас будем что-то взрывать красную. Это, конечно, фантастик. Потому что мы не договорились, чтобы было понятно. Я думаю, что нет никакой разницы. Тебя к мужикам выдают. То есть, есть люди, которые считают, что реально существует вот такой бог, а другие другой. А это не про грузовик, а грузовик, а грузовик, а грузовик, а грузовик. Учительного совместизма. Учительного общения. С точки зрения кардинального конструктивизма, это такая современная совместическая теория, она отмеживается от того, что называется, это все есть продукт функционирования организма и психики. То есть, мы так эволюционировали, что видим одинаково. Это уже понятие организма, психика, это уже за пределами саллипсизма лежит? Нет, нет. Здесь нужно очень четко различать. Генезис, то есть, как у меня возник этот объект, откуда и когда. И в данный момент, что я вижу? Это очень, кстати, две разные проблемы, решаем реализму и саллипсизм по-разному. То есть, проблема реализма. Почему вот некий объект сначала, вот он виделся как там флагистон и теплород, а потом стал видеться по-другому? Есть ли какие-то объективные характеристики у него? Сначала мы их не видели, а потом увидели. Сначала не отражали, потом стали отражать. Я могу сказать, что таких реалистов пинает все, и кому не ленит. Просто это не позиция реалиста, это позиция, которую придумали специально для того, чтобы ее пинать. Позиция реализма, это человек, который говорит, что есть на самом деле. Да, нет такой позиции, я влюбился. Как человек, который говорит, что есть на самом деле. Говорит на самом деле, и эта вода не понимает другое. Понимаете? Вот и все. А он не понимает, что есть второй мир, не понимает так. Он понимает, что мир на самом деле необходим, вместо необходимости. Феноменологи, которые считаются субъективизмом. У него главная тема, как вещи существуют на самом деле. Понимаете, у него там только одно «я». Он до коммуникации не дошел и не смог с ней справиться. Но он все время говорит, а как оно на самом деле обстоит. И занимается структурой интенциональности. И никакой проблемы нет. Вот вам понимание, как оно на самом деле. А именно, даже я сам себе могу, оказывается, кучу конструкций понастроить между своим восприятием и... Но это проблема объяснения все-таки, а не проблема ощущения. Нет, мне нужно добраться... Понимаете, это проблема реальности. Мне нужно добраться до своей реальности. Ведь идем дальше. Моя реальность... Дальше психоанализ. Психоанализ. Лакан говорит, что реальность утраченный объект. Как вот у Фреда есть сексуальный объект, утраченный десерт. Так вот, у нас реальность оказывается утраченным объектом. И мы стремимся ее достичь. Мы смотрим реальти-шоу. Почему? Потому что мы утратили реальность. Потому что вокруг... Эта философия имеет отношение, но... Имеет это абсолютно прямое отношение. Понимаете? Потому что вопрос быть я... Нет, вот еще поддержка-то. Если говорить просто, надо было бы говорить так, что реальность для нас уступает то, что предоступает с необходимостью. Но, подождите, но для того, чтобы это увидеть, на самом деле, объекты должны быть активными. Вот вы не увидите это на пассивных объектах. Все ваши примеры пассивные объекты. Нет, нет, нет. Я согласен со всей активностью. Когда объект активен, тогда сразу возникает реальность. А активность объектов, она одинакова для всех? Это не важно. Никаких всех нету. Нет, нет, есть. Вы не посмотрели на позиции реалистов, где есть все. Вот он есть, и я есть. И у нас... Проблема реальности возникает только для множества субъектов. Ни одного субъекта нет проблемы реальности. Еще раз говорю, что необходимость мира есть. Да, может, мир и люди. Для одного есть, да. Может, мир и люди. Именно разница между вашим реалистом и вашим социстом, она есть и возникает на уровне одного человека. Конечно, в этом... Это вопрос о бытии. Один принимает... Литюканта тоже один, понимаете? Мир, который есть, за то, что есть, независимо от нас. А второй говорит, что оно, как бы, моя фантазия. Но объект это не фантазия. Ведь Канта, Канта, Канта не селепсист получается. Селепсист? Нет. Потому что он утверждает существование вещи в себе. Понимаете? Он как раз самый главный не селепсист. В том-то и дело, что вещь в себе именно... Это ничто. Но он же ее озвучил, понимаете? Он озвучил только для того, чтобы... Но так не бывает. В этом и есть зерно трансцендентности. Понимаете? Вот эта неустранимая, как бы, идея трансцендентальности, идея внеположности, с того, что есть что-то за пределами горизонта моего восприятия, за пределами моей жизни. Идея необходима? Да. А она не зависима от меня. И она вторгается не как объекта, как необходимость этого объекта. Не как объект. Да. Согласен. Но это необходимость не со стороны объекта. Это... А откуда она берется? А я воля, что ли? Это свыше 100. Какой выше 1000? Один человек. Это единственный... Ну, мне положено. То есть, можно говорить о социальности, о воспитании, о всём, а можно говорить о некой трансцендентной связи. То есть, вот что единственное. Даже если говорить о воспитании, не важно. Это означает, что он не солюз, он не один. Он не солюз, он не солюз. Речь идет о том, что на самом деле практически никому не удалось построить философию имманентности. Ну, как бы, всегда размыкается. Всегда размыкается вот... Я могу сформулировать, чем отличается солюзм от реализма. То есть, реализм видит единство снизу, а солипсизм единство сверху. А сверхселепсисты, он же... Сверхреализм не различает ни верх, ни низ. Он даже... То есть, вопрос на самом деле меня, как бы, всегда очень озадачивает, когда человек говорит, давайте разберемся, как на самом деле. Но еще раз объясняю. Для того, чтобы философски обсуждать, действительно, надо сначала взять одного субъекта, никаких других нет. И внутри этого одного субъекта он смотрит, как бы, и все, и, можно сказать, все его сон, все его иллюзия. Да нет. Влад, мы все время слопаемся на одной вещи. Солипсист – это не тот, который фантазирует. Да, я же не говорю, что он фантазирует. Но вот давайте пример... Вы говорите, что... Например... Солипсист говорит, что это фантазия, а реализм говорит, что это реальный волк. Солипсист – это человек, который всему происходящему миру выдает статус имманентности абсолютно. Вот это Солипсист. Вот это Солипсист. Вот смотри, а вот это Платон, Платон, да? Он кто у нас, Солипсист или реалист? Вот мир идей. Он фактически... Нет, он как раз оказывается реалистом. Потому что... Ваши понятия. Потому что он утверждает, он утверждает, что существует нечто, что не совпадает с моим восприятием. Понимаете, вот эти идеи, они же восприятия-то недавним... Да, но они у него не там, на стене пещеры, а у него за спиной в виде света. Ну и какая... Единство. Вот там-то и есть. То есть, когда я говорю на самом деле, я подразумеваю вот то, что... Когда я... Вот что Бышка есть на самом деле. Именно то, что вот я вижу есть на самом деле. Не то, что на самом деле, что в заме. То есть, у вас, Александр, вы на самом деле изначально органический реалист. У вас это есть вот это вот двоение объектов. Нет, нет. Вот есть только то, что есть. Но на том, что мир есть как бы всего лишь тень, понимаете, настоящего мира идей. То есть, вот... То есть, он бытие... Еще раз, как бы, почему я за Игоря, как бы, сказал, а он потом повторил свою же мысль, которую подумал, да? Вот, про то, что здесь речь должна идти о бытии. Потому что на самом деле речь, что поистине существует. Вот что существует поистине? Поистине существует только воспринимаемое нами. Вот у Платона, у Платона поистине существует не воспринимаемое нами, и не мы даже, понимаете? А существует идей, в мире идей, поистине. Вот, вот о чем речь. Мы как бы настолько уже после Декарта в этой парадигме субъективизма находимся, что нам даже не понять вот этого, понимаете? Ну, в данном случае, если различать существует и поистине существует, я согласен. Но, в принципе, чтобы не путаться терминологически... Нет, но это и есть на самом деле вот то самое. А то, что есть, поистине существует, мы не можем ничего сказать, мы не можем описать. Да дело и не в том. Да нет, вот здесь нам нужно решить терминологический вопрос. Мы называем существующее то, что мы можем описать, отделить, различить, это существует. Или то, что дает возможность это развлечения, существует. Вот что существует? Вещь в себе существует или явление существует? Что существует? Вы опять перешли на объектный разговор. Я же говорю, что... А, с другого разговора я вообще не понимаю. На уровне объекта никакого двоения нет. Есть один мир. Мир явлений... Да, пожалуйста, это же объект. Еще раз. Вы на самом деле, я говорю еще раз, сами критикуете позицию, которой нет просто. Никакого двоения мира нет. И вы критиковать эту позицию не можете, потому что ее нет, этой позиции. У вас, Булакс, у вас не раздвоение лица. У вас раздвоение лица. У меня нет раздвоения лица. Еще раз говорю, для меня реальностью и то, что на самом деле всегда выступает то, что наступает с необходимостью, Почему я не могу никак противостоять то, что для меня... Ну, Влад, все наступает с необходимостью. Все наступает с необходимостью. Все наступает с необходимостью. И ты, кроме чертики, превысит необходимостью. Если все для вас, то тогда разница никакой саллиптической позиции нет. А мы говорим с Игорем. Даже в этом случае разница есть. Давай, Игорь. Ты хотел добавить что-то. Насчет чего? Ну, только что пытался. А, я пытался, да. Значит, если мы действительно говорим, что у нас речь идет только вопрос о бытии, то есть, по идее саллиптиста она состоит в том, что мы присваиваем всему происходящему с нами статусу монетного. Принятие наивного реалиста в том, что мы всему присваиваем происходящему с татуи трансцендентного. Вот такая страна. А позиция не наивного реалиста? Нормального реалиста. Да, то кое, чему и монетного статуса, а кое, чему и трансцендентного. Ну, вот так. И самое страшное, что границу провести и реалиста не может. Граница для настоящего реалиста граница имманентного и трансцендента проходит внутри объекта внутри объекта есть форма внутри объекта есть внутри объекта что является Аристотель это не наивный реалист вот Аристотель на уровне представление на уровне ощущения никакой возможности различить субъективные как вашего реалиста или трансцендентального реалиста это различить невозможно потому что есть только содержание как в это содержание ничего нельзя а вот формальная точка зрения возникает как статус иной который к содержанию относят как необходимость как нечто что входит в с необходимостью и вот это вот необходимость и указывает на то что на самом деле она не твоя что тут не есть нечто на самом деле когда что-то входит со статусом необходимости я называю это как со статусом чужой воли и это может быть для разных людей совершенно раз другие люди это вообще не философ мы не будем решать философские проблемы голосовать какие-то другие люди откуда они все есть есть один человек один субъект тогда понятна ситуация что вы сами для себя различаете что для вас является субъективным а что для вас является только следующее вот как вы говорите про чертика он выступает я могу даже испугаться ошибиться в этом но как в процессе практики и понимания процессе боя коммуникации сверху я понимаю что он не необходимость людей а многие запутываются и заболевает это это в этом состоит сейчас кстати и болезнь все понятно но как бы если мы обсуждаем это норму да и опять же вопрос а норме и не норме опять же это вообще говоря и как я определяю что-то входит мой опыт объективно или все-таки остается в субъективности все пассивное так и остается в статусе неопределен то ли субъективным то ли объективным я не могу про это ничего сказать и поэтому я понимаю что это неизбежно вот это есть как бы объективность вы постоянно приводите пример с чертом но черт разумеется это это вот это самая внешняя воля только один допустим интерпретирует как галлюцинацию а другой как реальная как болезнь интерпретирует понимаете болезнь это тоже внешняя воля входящая человека так сказать независимо от него ну неважно и болезнь точно такая же реальность все время же обсуждения чем черт отличается от кентавра это же не так ведь речи да идет только вопросе бытии и другого вопроса здесь нет нет никакого просто невозможно обсуждать реальность вопроса содержать на самом деле игре много как бы просто видит является как сказать уверение что ты прав понимаешь а не константы доказательства ты уверяешь что то есть вопрос событий как все сразу все стало ясно ну а надо на самом деле доказать изнутри позиции александра чего я говорю что изнутри позиции солипсиста у него есть нечто прямо в его опыте лично что постоянно указывает на него самого как на самом деле ему пью по морде грузовики разбивает что-то с ним происходит если мы словом беркли в оригинале никак вот и он издавляться в беркли у него же мир был состояние наших чувств производимый господа богом это было объяснение чисто внешняя позиция получала это опять же не с алексизм беркли не зачитается как раз Влад все-таки я не очень понимаю вашу позицию с точки зрения одного человека тогда тогда когда вы начинаете разговаривать и говорить особенно философских вещах и говорите мы должны выяснить как на самом деле это пустой звук это значит узнать необходимость но если вы утверждаете что необходимость можно узнать как для каждого свои своя это бессмысленно да это неважно это другой разговор не кажется своей или нет да нет необходимость она пройдет дорогу независимо от мнения интересно что интересно что что вот один это не важно это не важно грузовиков всех одинаково понимаете да причем здесь все забыли про грузовики эти как бы образы которые у нас отработали они отработали они уже не работают сейчас в разговоре только портятся вот смотрите один человек есть он размышляет сам с собой да ни с кем там не входит коммуникацию и у него есть только как бы тот мир который воспринимать да вот и тем не менее он сам для себя думает а как же все таки на самом деле он сам себя так задает то есть сам вопрос задает себе и выясняет то есть пройдя Нет, выясняют, выясняют. Он может пойти и проверить, потрогать, он может рефлексировать и выяснить, и сам для себя решить, вот это необходимость, а это вот как бы так я могу с этим справиться. То есть это не обязательно. Я даже могу это развеять, допустим, какими-то методами, способами психологическими или какими-то. Но я выяснил, что вот это на самом деле. Булат для себя выяснил. Вот это на самом деле. С пассивными объектами. С любыми, с активными выяснил. А что он имеет в виду? Что он имеет в виду в этом фразе на самом деле? То, что это активно воздействует на него. Вот это. Нет, он фактически, когда он говорит на самом деле, один даже сам, он как раз выносит это вовне себя, понимаете? Он как раз, как наивный реалист, говорит, что я выяснил, как он на самом деле. Вы не боитесь говорить. Нет, нет, нет. Он ничего не боит. Он ничего не выносит. Просто он понимает на самом деле, что это необходимость. Вот необходимость. Это есть позиция реалиста. Выяснили. Необходимость. Так, теперь Булат пришел на семинар и говорит, ребята, нам нужно выяснить, как на самом деле. Это уже он не себе говорит, а нам говорит. Кстати, может быть, что-то другое. Нет, он подразумевает, что мы все вместе. Если это на самом деле, это будет необходимо для нас всех, и мы запишем, придем к общему мнению, что вот это на самом деле. Я могу объяснить. Но если это для всех по-разному на самом деле, это бессмысленно обсуждать. Для всех по-разному. И все решили, если мы пустим лучше через призму, будет как бы радуга или не будет. Подождите, все, одни сказали, будет, другие не будет. Давайте физически не будем. Нет, просто объясняю. Вот как-нибудь, вот это и есть необходимость. Устили линзу, и для всех это стало необходимостью, что будет рада. Ну вы-то задаете этот вопрос по философским темам. Правильно. Давайте мы выясним, что такое на самом деле сознание, вы нам говорите каждый раз. Потому что я всех приглашаю увидеть необходимость в чем-то. Увидеть и обойти в своем опыте, в своей личной практике ее увидеть, что это там. Я увидел необходимость. Я пришел, мы стали с вами спорить, где на самом деле. Нет, дело в том, что необходимость, пусть она, она и будет увидена по-разному, но она и для всех останется необходимостью. Вот, вот. И это то, что я хочу сказать. Вот об этой необходимости, она не объектная. Об этой необходимости мы ничего сказать не можем. Как это так? А мы каждый, мы ее скажем то, в каком виде она стала для нас на самом деле. Мы ее опишем в своих качествах, в своих категориях, в своих ощущениях. Да это не важно, как мы ее опишем. Причем так ее описывать? Так на самом деле, так вот, вот я и спрашиваю. На самом деле это вот наше описание, наше чувство? Или вот эта необходимость, которую мы ничего не можем сказать? Что на самом деле? Ну необходимость независимо от описания есть. Тогда, ну, если она на самом деле, то зачем ее искать, если мы ее не можем описать? В многих случаях мы ее можем описать. Не можем. Не можем. Мы можем только в конкретных терминах. Ладно, и правильно. И поэтому практика науки, в частности физики показывает, что мы это можем сделать. Внутри физики, внутри данной парадигмы, мы можем ее описать. Внутри парадигмы или нет? Внутри парадигмы. Возможно, это никогда невозможно. А вообще-то иногда, возможно, люди... Нет, нет. Это всегда описание на языке в конкретном зрении. Хорошо. Люди построили цивилизацию, написали законы. Договорились о многих вещах. Люди. Да, да. И всегда это. То есть не является абсолютным. Никогда. Это неважно. Абсолютно это нет. Так вот, у этого есть вопрос. На самом деле это абсолютно или не абсолютно? Если не абсолютно... Абсолютно это вообще не причем. Вот смотри, как слово абсолютно лишнее. То есть, вы говорите, что такое внешность? Внешность это внешность сама поистине или внешность нечто асноценитальное? Да не нужно о внешности говорить, Игорь. Говоришь о необходимости. Все. Внешность лишнее осталось. Потому что мы его имеем. Да. Вулак, мы с вами разговариваем. Я говорю, это необходимость. Вот. Это необходимость. Мы говорим, сознариете необходимость? Вы говорите необходимость. Я говорю тоже, это необходимость. Все? На этом замолчали. Да нет. Ну на этом мы закончим разговор на консантации необходимости. Еще раз, я же говорю дальше, а не просто об одной какой-то константации словесной. Необходимость, она не зависит от консантации. Независит! Ну, вот конст early off你了吧, please call us here. Есть необходимость, а вы скажите нет. Нет, мы договорились. Есть необходимость. Договорились. В данном углу на нас необходимость. емонизмительно не в этом, я говорю, что кушать необходимость, а вы говорите нет. Мы не говорим об этом, не обсуждаем, мы просто идем. Вы не кушайте, не кушайте, не кушайте. Меня интересует разговор, когда два человека договорились, что есть необходимость. Где на самом деле? В трансцендентальном или в... Необходимость не нуждается в нашей эксплуатации, она просто есть. Хорошо, я говорю, в следующий раз, когда вы, Булат, скажете, давайте выясним, как на самом деле, я скажу. Это необходимо, и все выяснять не нужно. Мне кажется, я ухватываю, о чем в данном случае говорит Александр. Он говорит о следующем парадоксе. О том, что необходимость, тем не менее, нам дана в каком-то конкретном виде. И есть именно парадоксы в этом, в том, что необходимость, как нечто абсолютное по отношению к нам, предстает в совершенно конечных и конкретных формах. И вот это вот как бы соединение абсолютного и конкретного, вот о нем сейчас говорит Александр. И когда мы говорим на самом деле, мы говорим о чем? Мы говорим о форме уже? Да, мы говорим о том, что является некоторым абсолютным и бесформенным. Или мы говорим о том, что, а то уже, конечно, что... Вот что я это самое говорю? Говорите, я просто сначала маленькое замещение. Конечно же, в споре можно подбегать любым методом. Вас метод следующий. Вы никак не хотите обсуждать то, что я предлагаю. Вы говорите, вот объекты ваши, какие-то объекты и объекты. Потому что я сижу здесь. Да, правильно. А я вам говорю, что есть какой-то, помимо объекта, есть некая необходимость. Есть, я согласен. Если вы согласны, она не объектна. Она не объектна. На самом деле, объектно или не объектно. Вот необходимость это и есть на самом деле. Тогда призыв... Она проявляется через объекты. Тогда призыв к выяснению, как на самом деле, бессмысленен. Почему бессмысленный? Если мы действительно договоримся о том... Есть ваши иллюзии. а есть как на самом деле. На самом деле противостоит вашей иллюзии. Мы иллюзии обсуждаем. Слово не говорю. Ну смотрите, теперь я рассказывал, что вы на самом деле вы хотели сказать, я расскажу, что хочет сказать Булат. Значит, в самом деле, видите, след за ним нельзя не согласиться в этом фундаментальном факте. Что если мы действительно, наш вопрос, который вы поднимаете, это вопрос о бытии, то действительно есть такой смысл бытия, который есть некая необходимость предмета. Потому что она красная, как красная, а не зеленая, не синяя, не фиолетовая, а какое-то еще. То есть необходимость красного, как красного. И в этом смысл бытия. Мы видим этот диван существующий, потому что он желтый, есть желтая. Потому что он диван, есть диван. И вот такой смысл необходимости действительно хороший, нормальный смысл. С ним можно работать, против него не побрешь, никакой силипцизм против него невозможен. Потому что такой смысл бытия существует, действительно. Но обратите внимание, что эта позиция очень рефинированная по отношению к ситуации наивного реализма. Вот такой смысл необходимости. Действительно, есть такой смысл бытия, как некая необходимость в ее чтойности. Что красная есть красная. Когда это касается региона предметности, тут, конечно, все очень легко. Но когда это касается регионов, выходящих за предметы, за физику, тут начинаются очень большие проблемы. Нужно тогда объяснить, а почему, допустим, в этом регионе, в регионе предметности, необходимость предстает в огромном большем числе случаев в одинаковой форме. Потому что мы обладаем одинаковой телесностью. Потому что наше тело само из этого региона. И поэтому, если с электроном... Это наимный реалист. Наше тело появилось. Опять-таки, про наше тело. Ведь мы уже понимаем, что диван или чашка передо мной существует другим способом, чем число. Правда же? Мы же это понимаем. Но с другой стороны, у нас же есть некая интуиция по поводу того, что вот эта чашка существует на самом деле. Булат говорит, что значит на самом деле. А тем, что она белая, есть белая. А не черная. Ну, нет, была... Ну, нормально. Нет, давайте мне на уровне чашек. Мне интересен вопрос. Она белая с необходимостью. Она ничего такая-то, она с необходимостью. И этом есть ее бытие. Игорь, у меня очень простой вопрос, к которому я пытаюсь добиться была. На самом деле, одно? Нет. Много. Нет, нет, нет. Одна необходима. То есть, когда вы призываете, давайте выясним, как на самом деле. Вы призываете выяснить одно нечто? Каждый раз. Каждый раз, да. Каждый раз что-то одно. Может быть, их много. Одно. Значит, вот это одно, которое вы хотите найти, оно должно быть сформулировано. Да, но обратите внимание, что... Так вот, значит, вот это вы призываете найти единственную формулировку. Нет. Смотрите. Нет, нет, нет. В его подходе отсутствует трансцендентное. То есть, с одной стороны, чашка это есть, безусловно. Ну, с другой стороны, она есть не трансцендентным образом. Про чашки это здесь... Необходимо с чашки быть чашкой. Если вы считаете, что на самом деле не одно, тогда зачем призывать к выяснению, как на самом деле? Смотрите. Оно, с одной стороны, одно, с другой стороны, не одно. Потому что у нас есть чашка, телефон, там что-либо еще, красное, синее и фиолетовое. Ясно, что для красного и синего, фиолетовое, их необходимость связана с красным, синим и фиолетовым. В том смысле, она множественна. Но с другой стороны, это существует одни и тем же способом. Способ необходимости. Чем мне разговор? Как... Нет, я предлагаю такую конструкцию. На бытие, я так и существую. Вы знаете, как можно определить необходимость, на самом деле? А это... Можно сколько угодно обсуждать это. Но необходимость можно только, как мне кажется, определить, только когда я понимаю, что это меня преневоливает. Да, да, да. Я полностью с вами согласен, про необходимость. Здесь вопрос не в том, что есть или есть необходимость. Есть необходимость. Вопрос существования. Когда вы говорите о необходимости, вы не говорите о существовании. Может быть, если... Почему? А потому что существование всегда конкретно. Он должен сказать, что? Вот, вот, вот. Вот вопрос о необходимости, как раз, он говорит, очень конкретно. Вот эта чашка белая, есть белая. Смотрите, красная, не синяя. Это есть необходимость чашки. И одновременно это ее будет ею. Да нет, Игорь, давайте не будем про чашки, потому что это очень... Потому что... Ну что проще чашки. Смотрите, Александр, пользуйтесь, чтобы я какой-то вам второй мир указал. Я же вам сказал, нет никакого второго мира. Ну тогда нет на самом деле. Я теперь объясню. Но я понимаю, что есть иллюзии. Да не про иллюзии мы говорим. Нет, я никогда не говорю про иллюзии. Мы не говорим про иллюзии. Вы не говорите про иллюзии. Мы говорим про то, что есть на самом деле. Я хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, это региональный продукт некого единства субъектов. Ну культурная традиция, вы говорите? Ну, традиция культурная, некультурная какая-то. Что нет одного на самом деле. Вы же, когда призываете найти на самом деле, считаете, что нужно одно найти на самом деле. То есть, когда мы с вами воспринимаем некий... Смотрите, я могу только так пояснять. Опять же, закон природы какой-нибудь. Усим включили электрическую цепь, и все их бьем током. И все скажут, что их бьет током. Ну что, кто-то найдется, что скажет, что его не бьет. Да, человек, который не знает, что такое бьет ток, он не знает, что такое белое, для него белое явится с необходимостью. Булага, когда вы призываете найти, что такое на самом деле, вы призываете не к тому, что... Вы ощутили или не ощутили? Вы призываете назвать это. Когда мы хотим найти на самом деле... Допустим, мы заходим за 10 человек, что вопрос идет об ИКИ, они не... И нас здесь ни при чем. 10 человек зашли в комнату, вышли и сказали, там есть необходимость, и там на самом деле. Это у вас там, у вас необходимость нельзя выразить. Наука, на самом деле, одно ощущение не останавливается, она идет дальше. Она выражает, но я при этом говорю, что выражений множество, а вы считаете, что одно... Ну вот, тебе необходимость просто, просто необходимость на это наплевать, что это множество. Можно... Ну, это не... А я этим наплевать! А нам не наплевать? Нет, это не важно! Мне не наплевать, когда вы говорите, давайте искать на самом деле. Я не понимаю, что у меня искать. Будет стоять грузовик. Один будет говорить, что это грузовик, другой будет говорить, что это слон, третий будет говорить, что его нет. Но тем не менее, необходимость какая-то одна. Есть, конечно. Одна. Все. Но она весь в себе. Ее не заинтересованы. Люди могут ее воспринимать как угодно. Вот так. Но она приходит и наступает на его волю. А теперь вопрос следующий. Где реальность? Грузовик-то заиндостал своим грузовиком. А теперь где реальность? Вот в том, что описано грузовик, стол и все. Или в том, что невозможно описать. Второй реальности нет. Реальность одна. А откуда берется необходимость? Откуда берется самая необходимость? Необходимость вступает. В наш опыт, мой субъективный опыт вступает. Ну, значит, я и говорю, что я убираю вообще слово реальность как таковое. Почему? Это и есть реальность. Ну, реальность, если она разная для разных людей, то это не реальность. Почему? Ну, словом, реальность мы называем то, что одинаково. Необходимость для всех одинаково. Ну, если я говорю, что у тебя своя реальность, то это не реальность. Во чем слово тогда вводите? Ну, почему? Ну, почему? Подождите. Ну, есть же огромное количество, не знаю, математических объектов, типа там о многообразии, где есть атлас-карт, и как бы невозможно создать одну единую карту, но можно только много карт представить. Понимаете, можно представлять себе реальность, которая в себе содержит множество реальностей. Даже как бы есть такое представление о том, что он создал мир так, что он для каждого... Нет, нет, нет. Когда не нужно вводить это слово. Почему? Когда мы вводим слово реальность... Нет, подождите. Но даже в этом случае мы говорим, что... Мы как бы адресуем к тому, что мы знаем, как оно на самом деле. Мы говорим, что на самом деле реальность такова, что она для каждого сама своя. Понимаете? Мы все равно же говорим о чем-то, что... То есть, если бы вы были наивными салепсистами, мы не могли высказать эту гипотезу. Мы даже сказали... Здесь чисто терминологическая проблема. Терминологическая проблема. Мы, когда вводим понятие реальность, мы противопоставляем нереальное реальному, субъективное объективному. То есть, когда мы говорим об объективности, мы подразумеваемо, говорим реальность. Это в реальность. Поэтому, и когда это для всех одинаково, мы говорим реально. Если это все по-разному, то нереально. Это объективно, понимаете? А вот реальное, это то, что есть на самом деле. Оно одно, что ли? Так что такое на самом деле, если оно разное для всех? Произведение искусства, какое-нибудь стихотворение, оно есть на самом деле, оно напечатано. Оно напечатано на бумаге, из конкретных слов состоит, но эти слова по-разному воспринимаются разными людьми. Само произведение по-разному воспринимается... Согласен. Получается, что оно реально. Оно реально текст, но восприятие нереально. Так нет, стихотворение, еще раз, стихотворение реально. Текст реально. Не надо такое раздельное проводить. Есть, потому что один из тех же текст прочитали разные люди, это разные стихотворения. Объекты разные. Объясняю, объясняю. Текст сам по себе не существует. Считают разные объекты. Понимаете, так это загорючки. Да, да, да. Можно сказать, что существует бумага, да? Вы прочитали, я прочитали. Посмотрите, вот... Перед нами один объект. Вот вы прочитали стихотворение, я прочитал. Стихотворение как объект один. Два. Нет, нет. Два объекта. Вот в том-то и дело, в том-то и дело, что мы все смотрим на одно и то же стихотворение... И видим разные объекты. Да, и видим разные объекты. Объекты разные. Нет, но одно и то же, еще раз, реальность, она одна. Вот. Это уже вторично, то есть вопрос... Нет, я просто как бы, то, что Антон пытался, возможно, сказать, я пытаюсь иначе высказать. На самом деле, вы правы, что можно воспринимать одну и ту же необходимость по-разному. Допустим, пропал какой-то там объект, да, типа один будет думать, что его украли, будут замки вешать, да, там, как в милицию обращаться. А другой будет думать, что он потерял, будут идти и думать, где он мог его встать. А третий будет думать, может быть, что его и не было. Это, опять-таки, районная фантазия. Еще раз, дело не в этом. Просто одна и та же необходимость заставляет нас действовать по-разному. Поэтому мы воспринимаем, как бы, эту необходимость в объектном смысле по-разному. По-разному. Это воровство. В смысле что это? В смысле что это? Ну, одна и та же необходимость. Да, одна и та же необходимость. Вот в этом разговоре. Так вот, что реальность, это многообразие этих необходимостей, которые для нас представлены, проезжающие через различные объекты. Если вы говорите на самом деле, вы именно, не саму, а это саму необходимость. Но эта необходимость, она в любом случае в какой-то форме для вас существует. Даже если форма необходимости бытования у вас будет через одни объекты, у другого человека через другие, у третьего через третьего, у четвертого через четвертого, но одна и та же необходимость будет выражена через разные объекты. Все, отлично, отлично, отлично. Мы, вот смотрите, когда я говорю, подождите, послушайте, когда я говорю о том, что в нашем опыте, да, мы не можем различить и установить, это вот, вот, все является состоянием моих чувств. Мы не можем понять, либо эти чувства, как вы любите говорить, иннервированы, допустим, там, внешне выбиты, либо они на самом деле просто состояние наших чувств всегда. Поэтому мы вообще этот вопрос здесь устраняем, его невозможно решить, невозможно встать на позиции новинок и реалистов, невозможно, потому что нельзя встать к стороне и извне посмотреть, что вот они, вот, как-то на самом деле, как-то иннервируют какого-то субъекта. Такой позиции просто философски нет. Мы всегда стоим в позиции уже осуществленного вокруг меня опыта. И в этом опыте что-то для нас существует с необходимостью, и вот это вот что-то, существущее с необходимостью, она не показывает, а указывает нам на реальность. И вот эта реальность, вот она, я ее могу выражать одним способом, другой человек другим способом, но как-то к этой реальности мы должны приспосабливаться, она для нас то, что надо создавать необходимостью. Ясно, ясно. Вот это и есть реальность. Хорошо, значит, реальность не объектна. Нет, реальность на самом деле проявляется через объекты. Ну так, слушайте, одно из двух. Нет, страницы, понимаете, вы хотите, чтобы я вот на моем опыте вот так карандашом прочертил, вот это вот, это как бы реальность, а вот это не реальность. Она вот вплетена, понимаете, вот реальность на самом деле, все субъективно просто вплетена. Я говорю, что эта граница проходит внутри вещи, внутри объекта. Я говорю, что ты возмущался, она вплетена. Но если ты это имел в виду, потому что она не объектна, в том смысле, что объект уже на нашей стороне. Да нет. А, значит, есть объекты... Да все там, понимаете. А что все? Мы ничего не можем сказать об этом. И мы там. И мы там. Нет, где там ты идешь. Ну, ребята, нужно все-таки, представляете, сколько веков в философии, а разобраться с элементарными терминами, что такое реальность. Вы его не слушаете, он вообще не о том говорит. Реальность, она вплетена, вот мой субъективный, и моя объективность, она так перемешана, на самом деле, что каждый раз я вижу объективное, мне кажется, что все субъективное. Но вы говорите, что... Но я вижу объективное, когда что-то наступает на мою волю и указывает на необходимость. Я понимаю, на самом деле, что несмотря на то, что все, есть мой опыт, что этот мой опыт что-то вторгается с необходимостью как реальность. Реальность это то, что вторгается в мой опыт с необходимостью, даже если все субъективно. он сводится лишь к тому что поэтому я говорю что самый настоящий реалист он солипсист потому что он считает что в том виде в каком ему явилась эта необходимость это и есть на самом деле необходимость является всем по-разному а как человек может считать что он заблуждается они же считают люди люди считают что они заблуждаются люди допускают люди слушают других отдельный вопрос это можно отдельно поговорить давайте я пытался терпеть момента сосчитать сколько раз вы ходите по одному и просто это нереально сосчитать следующее предположение что логика дискуссии не позволяет ей завершить поэтому я предлагаю эту дискуссию закончить нелогично нелогично а исключительно волюнтаристически необходимости по необходимости а именно александр скажет некоторое заключительное слово после чего не раздаться возмущенных истошных воплей нет это все не так это все наивный реализм все это будет истогнуто из гнаде 150 раз пожалуйста удержитесь от этого просто человек начал и пусть он закончит и все если давайте последнее слово последнее слово если мы рассмотрим в каком смысле мы используем слова реальность вот что мы называем реальность нашей жизни и даже философию то мы просто вот однозначно это то что мы противопоставляем нашим каким-то субъективным ощущениям то есть когда я что-то вижу мне кажется что я не знаю реальность реальность вот когда я утверждаю что нечто есть независимо от меня я называю это реальностью и когда мы спрашиваем друг друга а реально ли это что было в реальности мы спрашиваем именно то а было ли это на самом деле но какой смысл но какой смысл придавать этому на самом деле очень сложно то есть для одного человека определить реально это или нереально невозможно внутри него он может определить какие-то что одни объект у него есть объекты разного статуса есть объекты мой вкус да нет сегодня кажется это вкусно завтра не вкусно это перевинчивает объект не тот который объект у мышки до статус есть объект дерево да и есть объект скажем моя фантазия или круги перед моими глазами да тоже объект я протер глаза круги пропали я понял я как бы могу сказать что эта мышка на самом деле потому что я ее завтра возьму а круги у меня завтра не появятся но все равно если у меня круги будут появляться каждый раз и я их нет 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 могу их отделаться это будет тоже на самом деле а еще есть куча примеров когда может человек с воображаемым предметом со стороны поступать совершенно действовать и делать как будто он есть и он не отличить что есть от предмета нет на самом деле здесь очень тонкая грань а вот когда мы несколько человек договариваемся что для нас на самом деле совпадает есть на самом деле и я говорю на самом деле внутри нет реальности вот три человека показали в одно место скрыло это с необходимостью на нас несется собака она на самом деле для нас и и смысл имеет только для тех для кого это на самом деле кто эту необходимость увидел иначе одинаково если гремит гром и тысяч человек сказали это необходимость и тысячи сказали что это бог перун для них это реальность а кто то сказал что это электрический разряд это для них другая реальность то есть реальность это на самом деле множество людей но одного на самом деле как такового нет и есть только разница в том что может быть на самом деле для двух два дальтоника будут показывать в одно и то же место и договорятся о реальном существовании одного цвета есть целое общество скажем советском союзе которые говорили что реально вот так и они считают что на самом деле так и искренне в это верили можно считать что это массовый психоз вот а есть homo sapiens homo sapiens со своим физиологическим устройством который не может пройти там сквозь стену а скажем другие какие-то тела могут пройти то есть реальность это то что одинаково для многих субъектов на самом деле которых совпадает и поднимаясь на уровень выше к уровню субъектов это очень четко видно что человечество распадается на множество мелких реальностей все и в духовной сфере договориться о том что на самом деле практически невозможно и поэтому вопрос философском ключе а что такое на самом деле это бессмысленный вопрос это он актуален только для влюбленной школы вот некоторая школа философская договорились что на самом деле вот так вот и вот так да хорошо для них на самом деле другая философская школа другой на самом деле и никакого смысла в реальности кроме как совпадение на самом деле множество субъектов нет а возвращаясь к вопросу необходимости да необходимость есть у мира есть какая-то необходимость у мира есть некое содержание которое набрасывается на нас который пост препятствует нам которую мы ощущаем но она всегда явлена нам виде наших ощущений и действительно стоит большая проблема что называть существование существование называть эту необходимость которую мы никак не можем описать вот ну не можем ее описать как будто к но она есть да и лишь ваня называть то что в нас вызывает это необходимость ну логично как бы вообще не мы говорим что стол существует и и но друг существует гроб существует, собака существует, но не та необходимость, которую мы... Вот она не существует. Но это вопрос терминологический. Можно называть реальностью то, что за нашим существованием. Ну вот, будем путаться.